Здравствуйте, Иэн. Еще один вопрос для вас. Я немного его сокращу. В вашем блоге, в видео про осенний осмотр семей, вы проверяете матки австралийских, чилийских, гавайских и новозеландских линий. Значит ли это, что вы покупаете маток из этих стран? Сейчас многие считают, что лучше использовать пчел в той местности, где вы содержите свою пасеку. Что вы думаете об этом? Есть ли вообще какая-либо разница между этим и покупкой пчел из других стран? Это очень хороший вопрос. Я больше не покупаю так много импортных маток, как раньше, но мой основной племенной материал с Гавайев, питомник Кона Квинн из Калифорнии от Оливера, также есть гены с Новой Зеландии и Чили. То есть генофонд у меня очень разнообразный. Используя его, я вывожу своих маток. Но когда мы говорим о выводе маток на Гавайях, Калифорнии или Австралии, нужно понимать, что если вы разводите какой-то подвид, какую-то породу, например, корниольскую, корнику, которая происходит из Германии и Австрии, она обладает совершенно определенными характеристиками. Они используют эту породу и строят свою программу селекции вокруг этих характеристик отдельной породы. То же самое делается с итальянской породой. Я знаю многих американских пчеловодов, которые любят эту породу, потому что она очень плодовита, семьи быстро растут и с ними легко работать. Здесь у меня с итальянской породой трудности, она не такая зимостойкая. Есть также кавказская порода, у меня нет никакого опыта работы с ней, но она не совсем удовлетворяет, возможно, нашим требованиям, нашим погодным условиям и операционным требованиям, которые предъявляются к пчелам. Итак, у вас есть эти породы, которые можно размножать, в них заложены врожденные качества, вокруг которых строится селекция, например, русская пчела, бакфаст, VHS, устойчивые к клещу. Это все разные линии и селекционные программы. Я надеюсь, я немного ответил на ваш вопрос. Если у пчел есть врожденные характеристики, и программы по выводу пчел строятся вокруг этих характеристик, то пчелы показывают их в любом месте мира. Но я полностью понимаю и присоединяюсь к вашей точке зрения. И тут я приведу пример. В Австралии ведется потрясающая селекционная работа. Их пчелы очень адаптированы к их климату и их вредителям и болезням. Вы привозите этих пчел в США или Канаду, они подвергаются стрессу, и вот они просто разрываются от эскосфероза. Ужасно. И мы спрашиваем, какого лешего? Что случилось? Дело в том, что пчелы были выведены и приспособлены к определенному климату и к определенному виду грибка. Тот, который здесь, отличается от австралийского. Таким образом, пчелы подвержены его влиянию, и их уже невозможно содержать так же, как и в Австралии. В этом смысле происхождение имеет важное значение. Именно в подобных примерах. Особенно для меня, мое хозяйство очень специфическое, мои пчелы зимуют в помещении, они не влетают в течение пяти месяцев. Мы держим семьи в одних корпусах, я не сильно перевожу пасеку, мы отвозим их на очень короткие и нектароносные взятки. У меня есть хозяйственные характеристики, которые я включаю в свою программу вывода маток, и посредством ее я усиливаю те качества, которые мне нужны. Те качества, которые уже заложены в этой породе пчел, но я усиливаю их, именно те качества, которые нужны моему бизнесу. Продолжение следует...